Чёрный магия Символ зеркала имеет очень глубокий эзотерический смысл. Зеркало означает отражение на самом высшем плане, отражение божественной мысли из мира, непроявленного в проявленную Вселенную, обретение божественной мысли реального воплощения. То есть зеркало является гранью между проявленным и непроявленным миром. Мир непроявленный – это мир, где потенциально содержатся идеи всех вещей. Мир проявленный – это идея реализуется на всех уровнях, начиная с самого высшего божественного и заканчивая нашим земным планом. И в этом смысле мы можем сказать, что Вселенная – это большое зеркало, отражающее мысль Творца. В зеркале человек видит своё отражение и может заглянуть внутрь себя. Поэтому зеркало является входом во внутренний мир человека, в глубины его подсознания. Недаром говорят «глаза – зеркало души». Именно установки, хранящиеся в подсознании, управляют поведением человека, тем самым формируя его настоящее будущее. Потому что первая реакция человека на внешний фактор происходит автоматически, неосознанно, исходя из информации, записанной в его подсознании. И только если человек не будет реагировать мгновенно, а остановится и подумает, он включает своё сознание. И оценка происходящего и реакция на него будет иными. Подсознание содержит в себе информацию о причинах комплексов и страхах человека, отложившиеся неприятные моменты жизни. Чужие внушения. Зеркало, по легенде, считается изобретением дьявола. Часто зеркало связывают с образом дьявола, который будто бы оттуда является. Этот сюжет используется в фантастических фильмах. Как объяснить такую связь? Посмотрим, что символизирует дьявол. Все те же страхи, комплексы, расстройства, психики. Как говорят философы, дьявол человека делают различные «не». Не умение, не желание, не возможность, не знание. Кто чаще всего вступает в секты сатанистов, да и в секты вообще ударяется в веру и становится фанатиком религии. Люди, которые из-за своих собственных качеств не могут ничего добиться в жизни, а только обвиняют во всём окружающих и жаждут разделаться с ними. Часто это люди ищут бегство от реальности в наркотиках, алкоголе, что тоже является одним из негативных значений символа дьявола. Не умение, не желание решать проблемы самостоятельно и самим управлять своей жизнью. Они попадают в зависимость. На карте дьявола 2 мы видим людей, на которых надеты цепи. Вот почему существуют легенды о дьяволе, являющиеся из зеркала. Этот человек видит свою собственную теневую сторону, свои слабости, которые он боится взглянуть в лицо. 18-й лунный день зеркала также связывается со змеем и аспидом. И задача этого дня, стоящая перед человеком, победить своего внутреннего змея, свою гордыню, тщеславие или наоборот излишнюю самокритику, другие негативные качества. Зеркало – это работа с подсознанием. Вот почему при подсчёте карты личности по лунным картам часто карта личности зеркала получается у психологов, людей, работающих с человеческими проблемами. Карта дьявола 2 также связывается с психологией. И дьявол, сидящий на карте, – хороший психолог. Он манипулирует людьми на цепях, зная их потребности и слабости. Зеркало также представляет принцип пассивности, ведь оно только отражает то, что оказывается напротив него, не показывая ничего от себя. И опять мы видим пересечение негативным аспектом карты дьявола. Собственная пассивность приводит к зависимости от других. Дьявол же, управляющий людьми на карте, наоборот, представляет принцип активной мужской энергии, действия, мощный поток контролируемой энергии, символизирующий горящим факелом в его руке. Дьявол – это сила, возникающая из самоконтроля, контроля своих желаний. Если говорить о психологии, гадании, то здесь для мастера важно работать с человеком по принципу зеркала, объективно показывая человеку его подсознание и возможное будущее, без какого-либо предвзятого мнения о себе. А затем уже вступает в работу активный аспект дьявола. Энергия, даваемая человеку на изменение себя в ситуации, огненный факел, указывающий путь по теме рекомендаций и советы. Зеркало можно соотнести с луной, ведь луна связана с подсознанием человека и светит она отраженным светом солнца. Также зеркало показывает нам отражение за счет попадания на него света солнца или свечей. Гадания при свечах на зеркале являются по сей день популярными, особенно под Новый год и Рождество, хотя работать с зеркалами можно в любое время года. Подсознание имеет выход на астральный мир, мир образов, поэтому, проникая через зеркало и подсознание, мы можем увидеть настоящее, будущее, даже прошлое воплощение. Здесь зеркало уже является перегородкой между астральным миром, образом и физическим миром. Существует обычай закрывать зеркала, когда кто-то умер, чтобы дыша покойного не могла отразиться обратно из астрала в физический мир, и во избежание проявления астральных сущностей в доме. Ведь в момент смерти двери между физическими и астральными мирами открыты. Для того, чтобы практиковать гадания и сновидения по зеркалам, вам понадобится два зеркала, как можно более крупные и примерно одинаковой величины. Их устанавливают напротив друг друга и садятся между ними, глядя в одно из них. Вы окажетесь в зеркальном коридоре. Освещать коридор должен двумя свечами по бокам или одной свечой сзади наверху. За неимением больших или одинаковых зеркал держите в руках зеркало меньшего размера, напротив большого, всматриваясь в образовавшийся коридор. Также протекуете сновидение, держа в руке небольшое зеркало таким образом, чтобы на него попадал лунный свет. Смотреть нужно достаточно долго, стараясь не моргать. Через некоторое время вы начнете видеть образы, причем видеть вы их будете необычным зрением и даже не в зеркале, а как бы в своей голове, в области третьего глаза. Образы покажут ответ на ваш вопрос. Если вы хотите увидеть свои прошлые воплощения, рекомендуется большое зеркало положить на пол и стоя смотреть в него при лунном свете. Эта практика не рекомендуется людям с ослабленной психикой, так как увиденное в зеркале может испугать. Через некоторое время такое осмотрение, ваше отражение, может начать постепенно превращаться в скелет, а затем принимать другой образ. Это образ вашего прошлого воплощения. Таких превращений вы можете увидеть несколько. Для работы лучше всего использовать зеркала без дефектов. Гадание должно производиться человек в уединении, по возможности исключив появление любых шумов. Зеркало является одним из обязательных элементов в практике фэн-шуй. Оно выполняет отражающую, затягивающую внутрь и расширяющее пространство функцию. Поэтому зеркало, вывешенное с внешней стороны дома офиса, торговые точки, с одной стороны отражает негативное воздействие, а с другой притягивает нужных людей, покупателей. Вот почему так часто крупные супермаркеты делают зеркальными. Вот почему люди подсознательно вешают зеркало напротив входной двери. Расположив зеркало напротив источника негативной энергии, вы отсылаете негативный импульс обратно. Поэтому маги рекомендуют при контакте с неприятным человеком, энергетическим вампиром, желающим вам зла, визуализировать между ним и собой большое зеркало, обращенное зеркальной стороной к нему, а черный к вам. Перед выходом из дома можно строить вокруг себя зеркальную защиту. Визуализируя стену из зеркала, зеркальный кокон, окружающий вас со всех сторон, зеркала должны быть обращены наружу. Зеркальные блестящие элементы в одежде также будут выполнять защитную функцию.